Аналоговое вещание уйдет в прошлое, уступив место цифровому. 11 февраля произойдет смена эпохи телерадиовещания. Накануне грандиозного события в Ульянск приехал Алексей Болин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Столичный гость рассказал о параметрах готовности региона к техническому прогрессу. У нас есть несколько параметров. Первый параметр это количество домохозяйств, которые уже сегодня принимают цифровое телевидение. Второй параметр это проведение поддомовых обходов и их результатов, потому что в результате поддомовых обходов нужно было выяснить две категории людей. Первая категория людей это те, кто могут принимать цифровое эфирное телевидение, но у них нет для этого необходимой техники. И второе это те семьи, которые живут в удаленных районах, где нет технической возможности для приема эфирного цифрового телевидения. Ульянская область готова к эфирным переменам, но есть проблемы, решением которой занялось региональное правительство. Дело в том, что малообеспеченным ульяновцам сложно приобрести приставки для цифрового телевидения. Однако выход из ситуации уже найден. Всех необеспеченных людей, малообеспеченных людей обеспечить приставками и антеннами. В связи с этим на территории Ульяновской области работает программа. Заявление можно написать в социальной защите и получить возмещение всем малообеспеченным людям, получить не пособие, а выплату на уже приобретенную приставку и антенну. Федеральная целевая программа развития телерадиовещания в Российской Федерации была принята еще в декабре 2009 года. Согласно этому документу телезрители получат новый сигнал формат МПЕК-4 и 20 бесплатных каналов в отличном качестве. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды. Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.